Фотографию я нашла. И свой папа, как это пишет Басинский. Галина Карпенко показывает уже пожелтевшие от времени фотографии. С собой она принесла целый семейный альбом. А все для того, чтобы выбрать лучший портрет человека, память о котором женщина бережно хранит уже долгие годы. Это фотография моего отца, который был рожден в 1896 году. То есть, уйдя на фронт, ему было 47 лет. Он служил на аэродромах, видимо, техническим работником. Тонкостей не знаю. Гулкий пламень, глаза бессонные, на губах кровавый прокус. Пот и слезы, и кровь соленые, у победы соленый вкус. А Маргарита Кривова принесла фотографию своего дедушки. Ее она планирует разместить на лобовом стекле своего автомобиля. Женщина уверена, человек жив, пока жива о нем память. Поэтому отмечать День Победы стало для ее семьи уже доброй традицией. У себя на ленте каждый 9 мая размещаем, как бы на странице, там родители размещают, сестра у меня размещают, я, ну, брат иногда, не всегда, потому что он младший. Ребенок у меня в парадах всегда участвует во всех. Мы всегда вот вспоминаем и чествуем наших родственников. В этом году шествие «Бессмертный полк» не будет проходить в традиционном формате. Такое решение было принято из соображений безопасности. Однако фотографии героев Великой Отечественной войны жители города могут заказать на базе администрации внутригородских районов. Прямо на месте изображения оцифруют, обрежут и подретушируют, а затем напечатают. Самые популярные форматы – А4 и А3. Фотографии в этом году можно наклеивать на стекла своих машин, на окна домов, на окна учреждений, офисов, на служебный транспорт. Это не будет возбраняться, это будет только приветствоваться, потому что героев мы всегда должны помнить, и своим героем мы должны гордиться. У меня есть дед, который тоже участник войны, и я на свою машину тоже наклеил, конечно же, фотографии. Состоится и полюбившийся многим формат онлайн-шествия. Зарегистрироваться в проекте можно до 7 мая включительно на главной странице сайта Бессмертного полка России. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События.